Сравнивать будем с смартфоном iPhone 12 Pro Max. Почему он? Просто потому, что это единственный смартфон, который есть у меня сейчас на руках и может создать хоть какую-нибудь конкуренцию Samsung S23 Ultra. iPhone 12 Pro Max всегда будет с левой стороны, Samsung S23 Ultra всегда будет с правой стороны. Ну и небольшая пометочка, что iPhone 12 Pro Max это смартфон практически трехлетней давности. Ну и стоит он где-то в два раза дешевле, нежели Samsung S23 Ultra. Итак, если смотрим на обе фотографии в целом, без подробного и детального рассматривания, видим, что они очень-очень и очень сильно схожи. Единственное, чем выделяется Samsung, это более контрастными, насыщенными цветами. В особенности это касается зелени. Трава более зеленее, дерево более зеленое. И это, наверное, одно из единственных отличий на этой фотографии. В iPhone более реальные, более натуральные цвета. Давайте посмотрим теперь на обе фотографии идентично. Если посмотреть на стену, белая стена немного пересвечена. Никакой текстуры мы не видим как в первой, так и второй фотографии. Если посмотреть на крышу, ну не могу сказать, что какой-то очень сильно отличается. Текстура видна и на первом, и на втором. Резкости немножко, минимально больше на Samsung. Опять из-за того, что повышенная контрастность. Ну и можно посмотреть еще, не знаю, на окно. Но если вот здесь рассматривать само окно, возможно, немножко больше деталей вот здесь есть на окне. Отображается на iPhone, нежели на Samsung. Хотя, возможно, это только самые минимальные отличия. В целом, обе фотографии максимально схожи. Еще одна фотография при дневном освещении. Это контровое освещение. Первое, что мы видим здесь, опять-таки, кардинальные отличия по цветам. Ну не то, чтобы кардинальные, но есть. Более насыщенный контрастный зеленый цвет в Samsung. Все остальное примерно одинаково. Если не рассматривать именно даже попиксельно, то с фотографией очень-очень схоже выглядят. С контровым освещением работают примерно одинаково. А вот еще один очень интересный пример. Работа с контровым освещением. И это тяжелые условия. И здесь, конечно же, можно похвалить Samsung, потому что вытянул задний план. Он лучше. Вытянул куст лучше, нежели iPhone. В iPhone из-за бликов есть вот какая-то пелена на всей фотографии. И здесь он значительно хуже. Но здесь Samsung отработал, конечно же, лучше. Но действительно, условия очень тяжелые, потому что куст получается темный. Есть контровое освещение. А Samsung смог вытянуть и передний, и задний план. И светлый, и темный. Теперь переходим к съемке при плохом освещении. В целом, здесь очень хорошие условия. Как мы видим, и есть темные участки, и есть свет. В целом, фотография уже сходу очень сильно отличаются друг от друга. Ну, во-первых, немножко более насыщенные цвета в Samsung. А во-вторых, можно посмотреть на вот этот вот участок кадра на небо. Что здесь произошло, я не знаю. Давайте сделаем кроп. Посмотрим в целом на детализацию. И мы видим, что детализация практически не отличается. Немного отличается характер шума. Может быть, немного выше резкость в Samsung. Но это только из-за того, что здесь выше контрастность. Если посмотреть на всю площадь кадра, мы увидим примерно то же. Но поднимаясь в темные участки, в iPhone остаются темными участки. А в Samsung, там где черное должно быть, или темное, получается синее. Что-то с небом происходит непонятно. Синее, синее, синее небо. То есть, он что-то пытается, что-то рисует, непонятно что. То есть, очень сильно, скажем так, пытался вытянуть кадр, вытянуть небо. Но у него этого не получилось. Если не обращать внимания на вот этот вот синий цвет, то фотографии очень схожи. Но в целом, выглядит не очень хорошо, как для Samsung. Тот же самый кадр, только теперь с использованием ночного режима. Смотрим на фотографию iPhone и на Samsung. Видим, что небо у Samsung стало не такое синее. Но все-таки есть вот синюшный оттенок, и это нехорошо. В целом, опять-таки, фотографии схожи. Фотографии мало чем отличаются друг от друга. И характер света, и характер детализации, и шума здесь очень схож. И разглядывать очень сильно и детально дотошно смысла нет. Единственное отличие, вот здесь я вижу, больше света получил фонарь на iPhone, меньше света, ну, более детально, так скажем, нарисовал его Samsung. Все остальное очень схожи, но вот небо здесь черное. Оно в действительности черное, темное и есть. Здесь ничего не видно. А Samsung пытался дорисовать то, чего здесь нет. Хотел сделать какое-то синее небо. Я так подумал, вдруг это получилось случайно, и сделаю-ка я еще несколько кадров. И здесь также невооруженным глазом очень хорошо видно, что Samsung попытался вытянуть верхнюю часть кадра. Вот здесь, где дерево, он его немножко лучше вытянул, чем iPhone. Но посмотрите, что получилось вот в этой части кадра. Это что? Непонятно что. Непонятные артефакты. И в целом фотография, ну, я бы сказал, практически испорчена. Так в целом выглядит вся остальная часть кадра. Может быть даже и неплохо. Но Samsung попытался сделать ярче, чем это есть в самом деле. Причем значительно ярче. Остальная детализация примерно на том же уровне. Очень сильно не отличается. Но, как всегда, трава и зелень более зеленая в Samsung, нежели в iPhone. Ну и тот же самый кадр, только теперь при использовании ночного режима. И здесь кардинально ситуация поменялась. Samsung почему-то перестал пытаться что-то вытягивать. Он оставил все темное, как и должно быть. При этом iPhone сделал более что-то неимоверное. Он вытянул и здесь, и сделал здесь адекватную картинку. Немного странно, но, как вы видите, все довольно-таки неплохо. Плюс ко всему, и еще и детализация осталась адекватна. Хотя, если сделать максимальный кроп и приближение, возможно, Samsung оставил немножко больше деталей. И шум может быть даже немножко шумнее. Но, во всяком случае, Samsung не сильно хорошо умеет играть в слишком темные снимки, в слишком темные условия освещения и в ночную съемку. По крайней мере, с темными объектами это так точно. И с небом тоже. Теперь давайте посмотрим примеры при комнатном освещении. Опять-таки, не делая кроп, мы видим, что немного отличается цветопередача и немного отличается контраст. Более теплая фотография в Samsung и более, скажу, наверное, правильная цветопередача и фотография по цвету iPhone. И, кстати, частенько такое бывает, что Samsung делает фотографии при искусственном освещении более теплыми, более желтыми. Сделаем кроп и здесь мы увидим, что резкость выше будет на Samsung. Если посмотреть на вот эти вот все надписи, на детали, все, что вы здесь видите, то лучше, конечно же, по резкости Samsung. Почему? Я уже неоднократно говорил. Это все из-за того, что здесь повышенная контрастность и повышенная насыщенность. Ну вот как-то так. Ну а если мы посмотрим вот в эти участки кадра, где шум, то опять-таки шум и в первом и втором варианте есть, но из-за того, что выше резкость, выше контрастность, вот читается лучше текст на Samsung. Возможно, здесь немножко больше шума в iPhone и немного хуже поработал с шумами. Ну а если посмотреть на цвет, то цвет iPhone сделал более правильным, потому что вот эта вот стенка белая, полностью белая. Здесь она больше с каким-то желтым оттенком. И в тяжелых участках кадра вот здесь, как вы видите, шумы очень-очень разные. Местами Samsung делает меньше шумов, местами он делает больше. А вот точно такой же кадр, только в первом случае это было обычное комнатное нормальное освещение, то этот кадр снят при практически отсутствии какого-либо освещения. Здесь только одна маленькая настольная лампа, которая находится далеко справа от этого кадра. Поэтому правая часть кадра может быть немножко лучше освещена. Если смотреть в целом на фотографии, то мы видим, что Samsung сделал более светлую, более, ну может быть даже приятнее фотографию. Но это невооруженным глазом, делаем кроп. И что мы сейчас здесь видим? Мы видим, что Samsung отработал лучше. Во-первых, здесь, обратите внимание, шума меньше. Во-вторых, более резкое изображение, цвет, текст остается. Читаем. Посмотрим в этот участок кадра, посмотрим в этот участок кадра и в этот участок кадра. Здесь на iPhone шум съедает множество деталей, в то время как Samsung попытался все вытянуть, и у него это получилось лучше. Если посмотреть в тяжелые участки кадра, то здесь в iPhone чуть больше шума. Здесь тяжелые участки кадра точно так же больше, причем, наверное, значительно больше шума. Вот при очень плохом освещении Samsung здесь отработал лучше. Решил добавить еще один пример с широкоугольным модулем камеры и с плохим освещением. И здесь даже невооруженным глазом видно, что у Samsung фотография будет лучше. И если сделать кроп, то посмотрите, разница здесь очень-очень большая. И да, в iPhone 12 линейке широкоугольная камера, мягко говоря, не очень. В лучшем случае при плохом освещении лучше использовать ночной режим. Но в итоге, как вы видите, здесь Samsung будет лучше, но у них разный угол захвата. В iPhone 0.5X угол шире, в Samsung 0.6X угол уже. Подводя итоги по камере, хотелось бы сказать, что да, Samsung имеет просто отличные или иногда даже феноменальные возможности. Он может показывать просто замечательные результаты, но нет никакой стабильности. В одной фотографии он показывает отличные результаты, а в другой фотографии он непонятно что рисует. Вот по типу вот такого синего неба, которого здесь нет. И при этом задевает другие участки кадра. И это выглядит порой просто ужасно. Возможно, это с обновлениями еще поправит. Хотя смартфон уже вышел как 3 месяца или даже больше. И можно было с этим что-то уже сделать, что-то придумать. Но в конечном итоге я не знаю, чего я могу ожидать от этого смартфона. Я не знаю, какой результат он даст в этой фотографии, какой результат он сделает днем, какой ночью. Иногда хорошо, иногда плохо. То есть ты ожидаешь какого-либо сюрприза. Вот точно так же, как и на этой фотографии. Все вроде бы неплохо, но стоит посмотреть вот этот вот участок кадра. Что здесь, непонятно. Черный экран, черный экран. Что здесь, черный экран, но не черный. Поэтому не знаешь, чего ожидать. С одной стороны, может что-то неплохо, с другой что-то хорошо. А иногда просто сюрпризы и не всегда приятные.